Сегодня 29 января. Почти сразу же после образования Самарской губернии в ее главном городе стали открывать новые учебные заведения. Первый губернатор Степан Григорьевич Волховский прекрасно понимал, что от уровня образования в конечном итоге зависит не только культурное, но и экономическое развитие всей губернии. Для организации управления школами 29 января 1851 года по его распоряжению в Самаре была создана губернская дирекция народных училищ. А к 60-м годам 19 века в губернии было уже шесть уездных и 175 церковно-приходских школ. Обучением тогда было охвачено свыше 7 тысяч человек. 29 января 1900 года по инициативе гласного городской думы Ивана Семеновича Клюжева в Самаре учредили общество помощи нуждающимся ученикам начальных школ. Быть допроходами вызвались порядка 200 горожан. Самарцы вносили в кассу общество от 1 до 3 рублей. В год на такую помощь могли рассчитывать 55 учащихся. 29 января 1908 года в Санкт-Петербурге был учрежден первый российский аэроклуб. В Самару авиаторы пожаловали в том же году. Местные жители смогли на его увидеть, как научились летать люди. Самарские газеты только и делали, что желали авиаторам хорошей погоды. Для оповещения публики на полицейской каланче вывешивали специальные флаги. Белый означал, что полета не будет. Синий флаг – сомнительно. Желтый – что полет состоится. А однажды из-за сильного ветра самарцы сами попросили авиатора Лебедева отказаться от опасного полета. 29 января 1817 года родился английский художник Джон Хорсли. Он был иллюстратором первой рождественской открытки. На ней была изображена отмечающая праздник семья. А внизу красовалась надпись «Веселого вам Рождества и счастья в новом году». Вроде пустячок, а приятно. А еще 29 января, но в разные годы, родились французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Ролан, русский писатель и драматург Антон Чехов, военный летчик, герой Советского Союза Виктор Яшин, американский актер Джастин Хартли, американский певец и актер Адам Ламберт, российский киноактер Андрей Градов, популярная американская телеведущая Опра Уинфри, известный российский композитор, певец, продюсер Дмитрий Маликов и многие другие знаменитости. Именины сегодня отмечают Иваны, Максимы и Петры. 29 января в православных храмах и церквях заказывали молебны святому Петру, обращаясь к нему с просьбой послать богатый урожай. Считалось, что с этого времени домашний скот остается держать на зимнем корму еще половину зимы. «Петр полукорм пополам делит корм», – говорили на Руси. Благодаря вниманию, которое хозяева уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота. Существовали на этот день и свои приметы на погоду. Считали, что если в день Петра полукорма ветер дует с северной стороны, быть морозу. В то же время мороз в Петров день считался предвестником будущей летней жары. С самыми теплыми душевными пожеланиями прощаюсь с вами до следующей программы.